ПАГАРИ-1 Многие видны деятели Первой Эстонской Республики, а позднее и диссиденты. После восстановления независимости здесь какое-то время располагались префектуры полиции и некоторые отделы МВД, и сейчас находящегося ровно напротив. В знаменитых подвалах был даже устроен музей полиции. Но затем полиция перебралась на бывшую фабрику Калев, а старый дом так и остался пустовать. А ведь построен он был еще в 1911 году как эксклюзивный доходный дом, первым в Таллине предложивший невиданный до того уровень комфорта. Сейчас уже 40 квартир сюда запроектировано, то есть таких люкс-квартир, как в 1911 году, уже нет, не будет, но тем не менее они очень большие апартаменты. И для того времени это был один из самых современнейших домов, был свой лифт, лифт даже для прислуги. Здесь уже было отопление радиаторами, то есть это один из модернейших таких домов. Ремонт и реставрация идут сейчас в доме на Пагоре полным ходом. Приведены в порядок фасады, размечены планы квартир, подобраны аутентичные отделочные материалы, дубовые паркеты и настенные панели, плиты из итальянского мрамора для ванных комнат и каминов. Готова и первая демонстрационная квартира, увидеть которую сегодня собралось немало журналистов. Ведь помимо интересной исторической судьбы этого здания, данный проект уникален еще и с экономической стороны. На сегодня покупательская способность жителей нашей страны, согласно статистике, находится на наивысшем после кризиса уровне, и восстанавливающийся спрос на эксклюзивную недвижимость свидетельствует об оздоровлении ситуации в целом. На данный момент забронировано 40% квартир. Надеемся, что к концу следующего года они все обретут своих новых владельцев. Есть большой интерес со стороны иностранных покупателей, но среди наших клиентов есть и те же Терри Таллина, кто сумел оценить удобство и комфорт жизни в историческом снаружи, но весьма современном внутри, доме в самом сердце города. По словам Бориса Дубовика, с данным домом на Пагоре связана и другая примечательная история. А сто лет назад для его постройки были снесены два средневековых здания. Уникальный готический портал одного из них был вывезен в Россию и до сих пор хранится в запасниках то ли Эрмитажа в Петербурге, то ли в Московском музее изобразительных искусств. А что касается КГБшного периода в жизни данного здания, то ему, по-видимому, так и придется остаться лишь в памяти тех, кто пережил советское время. На все предложения отдела охраны памятников старины и новых владельцев здания создать в подвале музей жертв тоталитарных спецслужб, представители нескольких государственных ведомств ответили отказом.